Еще раз, друзья, всем привет! Добро пожаловать на стрим! У нас сегодня турнир, очень крупный турнир, соответственно, Чип Эдди вернулся из небытия, и он вернулся, чтобы покарать всех неверных, всех неверных за своего великого и могучего... О боже ты мой, он играет еще и за Ночного Волка. Ну что ж, поехали! Аганес вдохновился тем, что новый прикид этого самого Джонни Кейджа очень даже ему идет... Ух, найс! Вот это да! Вверх в два залетает, отличная камбуллинка, напоминает до трех побед, Д3, 1-1-1, все непременно. Так, ой-ой-ой-ой, выпрыгивает Аганес, комбан не комбан, но все нормально. И просто идет вперед Аганес и съедает вперед 2-1 от Чипа. Так, квик-хоп, оп, вверх 3, ага. Стрела просто мимо пролетела. Окей, ой-ой-ой-ой, удар по яйцам, удар по яйцам. Ну как же так, как же так, Чип Эдди известен тем, что у него стальные яйца, и он просто сконфернил 1-1-1 при помощи фотооблоу, но что ж, победителей, как говорится, не судят. Первый раунд за ним. Найс, неплохо, ребята, извините за такую задержечку, у нас была задержечка, но, тем не менее, все сейчас, все нормально. Это первый бой Венеров, напоминаю вам. Так, ух, хорошо. Оп, нет, ах, поздно, поздно. Тайлер Дурден, спасибо тебе большое за донат. It has begun, однозначно, begun. Все это. Мы долго к этому шли. Призовой фонд в 30 тысяч рублей. Где вы такое еще увидите на онлайн-турнирах российских, по крайней мере. Ох, оверхед не съедает, агнс знает, что там крашенблоу. Обратите внимание, что Чип Эдди играет за вариацию, за вариацию именно с командным бросочком. Чуть-чуть не рассчитан на дистанциях, хороший вив-паниш от Чипа. Так. Ага, удастся ли камбэкнуться Аганезу? Д3, ох, как хорошо проходит у него постоянно этот Д3 у Чип Эдди, обратили внимание? Так. 1-0. Так, 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 сейчас. 1-0 в пользу Чип Эддика, возвращение, его легендарное, возвращение легенды, очень даже неплохо прошло. Первый бой в его пользу. Убедительная победа. Ну что ж. Так. Я несколько удивлен, что Чип Эдди не играет за Джонни Кейджа. Все-таки в Mortal Kombat 11 Джонни Кейдж имеет весомое слово, весомый скилл, весомую силищу, поэтому он может зажечь. Прямо, скажем, зажечь. Ну вот, видите, Чип Эдди решил, что Найт Вульф больше подходит. Напоминаю, что у нас никаких запретов нету по персонажам. Все доступны. Так. Ой-ой-ой. Хорошо перебивает снова Чип Эдди. Стайдер. Так. На зад 2. И не наказывает Аганез никак. Я напоминаю, что это... Это паниш на зад 2. Так. У Найт Вульфа. Ух, мимо пролетает. Чуть-чуть опоздал. Все, блочит, блочит. Теперь ух, на нежданчик удар по яйцам. Так. Угу. Тикс Роу. Ну и не дает себе бросать Чип Эдди. Смотрите-ка, вот Аганез не может порвать бросочек на реакцию. Так. Последнюю стрелу пропускает. Ммм, хорош, хорош Чип Эдди. Отлично. Отлично отразил, срефлектил эту зеленую соплю. И вперед 1-2 заходит на Мити от Чипа Эдди. Еще один Тикс Роу съедает Аганез. Совсем не знает, что делать с этим Тикс Роу. Оп. Так. Угу. Д3, да. Д3 хорошо заходит в хит. Так. Угу. Лоу-лоу. И ох. Последний уровень. Зарядил себе Unblockable уже Аганез. Но Чип Эдди заметил, что Аганез постоянно при помощи гетапа вверх-2 встает. И поэтому каждый раз хватывает люлей за это. Пора бы Аганезу перестать уже это делать. Так. Найс. А вот сейчас зашло. Вот сейчас зашло. Видите, вот этот лоу, ножка прошла мимо у Чип Эдди, потому что этот вверх-2 немножко подкидывает самого Джонни Кейджа. Хороший нитроджамп, но очень поздно вытаскивает он ножку. И... 1-1-1. Все это... Нет, это не смерть. Оп. Снайперский выстрел при помощи лука. Найс. 2-0. 2-0. Пока что уверенно идет Чип. Так. Так. Ну что ж, Аганез, пора расчехляться. Нет, все-таки Джонни Кейдж. Угу. Верит до последнего. Чип прочел оппонента как книгу. Рамфаер, ну, я тебе так скажу. Чип Эдди опытный боец. Напоминаю, что сам он родом из Новороссийска. Уж не знаю, где он сейчас живет. Но во времена МФА, когда он брал за Джонни Кейджа Moscow Fighting Arena в 2000, если не изменяет память, в 2012 году, он жил еще в Новороссийске. А потом еще и топовый игрок Вин Джастис. Напоминаю, что Чип Эдди на Эволюшене занял в свое время, по-моему, по-моему, X-17 место. Что очень клевый результат. Вперед один на Вив Паниш от Чипа. Угу. Так. Третий удар пропускает, наверное, нежданчики. Так. Оп. Джампинки. Ах, чуть-чуть 1-1 не сконфернул, из-за этого наказал Аганессу. Аганесса все дропается, но X-Row. Хорошо, есть X-Row. Оп. G3 и 1-1-1-1. Каждый раз Аганесс попадается, Оверхед съедает. И это смерть? Нет. Ну, тут уже Чип Дэмэдж, на самом деле, бы зарешал в любом случае. Пафосный костюм. Пафосный костюм у Чипа Эдди. Так. Оп, отменил. Но нежданчик, знаете. Ааа, Чип Эдди, ты хитрюга. 2-1. Ага. 3-1. 3-1 пихает Чип Эдди. Каждый раз и хороший антиэджеб. Вперед 1-2. И... Упс. Просто в контёр. Ладно, окей. Ох, как. Чип Эдди неаккуратно. Но это матчпоинт всё равно для него. Он близок к победе. Нет. Мимо пролетел. Ага. Обратите внимание, что броски тоже Чип Эдди не так часто рвёт. И паниш. Нет. Украшим лоу. И всё. Нет, это ещё не смерть. Пиксель оставляет. Но... Назад 3-4. Забирает Чип Эдди этот бой. И это 3-0. Довольно уверенная победа от Чипа. Так. Чип Эдди. 3-0. Так. Сейчас поставим ему очки уважения. А, нет. Я не поставил очки. А, Женя. Но не важно. Это не важно, что очков уважения нет. Так. Чип Эдди в любом случае 3-0 выигрывает. Забирает этот бой довольно уверенными темпами. Ну что, ребят. Всем добро пожаловать. Так. Пам-пам-пам. Следующий бой на стриме мы который увидим. Бой Дубасика. Дубейсика. Так. Дубейсика. Но бой Дубейсика ещё не... Не-не-не-не-не определился. Сейчас я посмотрю, где он. Так. Чип Эдди. Чип Эдди. Лил. Та-та-та. В общем, там получается у нас Рамирес должен играть против Базуки из Украины. Так. Рамирес Базука. Так. Ну что, друзья. Всех приветствую. Так. Следующий турнир... Следующий турнир будет через месяц. Так. 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 Так, сейчас подождите. Так. Ну что, друзья, так, 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 сейчас мы посмотрим. У нас следующий бой далеко, далеко ЧПД не отходит. Следующий бой тоже его. Так. Сейчас посмотрим, где там ЧП, далеко ли он ушел. Во, Владир уже здесь. Ну что ж, друзья, следующий матч, который мы увидим, это Владир против, собственно, ЧП Эдди. Так. Так, а где ЧП Эдди? Ага, ага. Тран-тан-тан-тан-тан. А, во. Ну что, друзья, Владир против ЧП Эдди. Матч, который, наверное, многие хотели бы увидеть. И я вам даю такое зрелище. Хлеба и зрелищ, как говорится. Так, окей. Так, окей. Так. 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 так ну что Чип Эдди, Владир, начинайте начинаем да начнется битва друзья, Чип Эдди против Владира, потрясающий матч 2, знаете очень скилловых игрока и это второе противостояние Чип Эдди против Джонни Кейджа на этот раз его соперник гораздо сильно напоминаю, что Владир вообще говоря очень сильный игрок за Джонни Кейджа который на предыдущем моем турнире показал настоящий, настоящий класс ну что, друзья, поехали счет 0-0, Чип Эдди против Владира так уж получилось, что второй бой подряд мы смотрим именно от Чип Эдди не страшно даже очень хорошо, знаете побольше на него посмотрим редко удается посмотреть на Чипа поехали сразу же сразу же с Проджектайла начинает Владир вот тот самый футси, видите вот этот вот вейвдэш делает Владир постоянно он футсит он помнит, что антизонингом обладает Найт Вульф он может отразить так но рефлект не такой быстрый, чтобы отражать прям прям перед собой эту соплю ой-ой-ой на 1-1-1 в контёр залетает но в этой в этой вариации у Ночного Волка нету релаунч поэтому он не может вот так просто ой-ой-ой хороший вивпаниш найс отлично хороший конферн и это анбрейковые комбо вот этим вот опасен опасна вторая вариация Джонни Кейджа отлично ох Джампингик пропускает и брейковый тут же сжигает но на мите пропускает Чип Эдди на мите ножку пропускает обидно обидно так второй раунд вперёд 1-2 от Чипа ох вивпаниш вы посмотрите какой реакшен у Владира посмотрите какой реакшен хорош найс конферн так и уже разводит Чип видите вместо боже мой ещё и Крашен Блова залетает и вверх 3 от Владира 1-1 1-1 стайгер от Чипа так снайперит снайперит чип Эдди лишь бы поснайперит угу так хорош Отлично, вниз 3 в контёр залетает, но Нитражам сбивает тут же Владир. Так, и брос... Контёр... Контёр вниз 3. Снова и снова вот этот вниз 3 хорошо залетает от ЧПД. Так, ХП совсем немножко осталось. Ой-ой-ой-ой-ой, как развёл, как развёл Владир сейчас. Это смерть? Нет, Пиксель оставил. И бросочек. Да, не ожидал этого ЧПД. 1-0. Так, очки респекта. Так. Угу, ЧПД задумался. ЧПД задумался. Так, погнали. ЧПД подумал-подумал и всё-таки Найтвульф. Угу, вперёд 1-2. Смотрите, ЧПД хотел на Митти залететь, но эта серия очень хитрая у Найтвульфа. Вперёд 1-2. Дело в том, что она довольно быстрая, поэтому на Митти не всегда заходит так, как нужно. Так. И очень мало активных кадров. Угу. По стрелушке, по стрелушке, по стрелушке, хорошо сбивает, смотрите-ка, Владир. И Д3 хорошо сбивает ЧПД. Так. Вперёд 1-2, залетает. Угу. И на ЗА-3 зашёл в хит сейчас ЧПД, но сам не поверил, что зайдёт. Хороший антиэджеб. К слову говоря, у Джонни Кейджа очень хорошие антиэджебы. Угу, угу. Брейкауэй не сжигает ЧПД, не сжигает. Отдаёт раунд, но не сжигает Брейкауэй. Понимает, что метр ему на следующий раунд очень пригодится. Так. По стрелушке. Зонинг война. Но, конечно же, Владир на самом деле понимает, что зонинг война здесь ему бессмысленно для него. Хорош! Как перележал и как наказал. Ну, джебами. Не до конца наказал, конечно, не на комбу, но тем не менее. Так. Сейв. Угу. Весь. Весь сейфовый вдоль и поперёк этот Джонни Кейдж. Хорош. Ещё один антиэджеб. И опять в углу не выпускает. Не упускает Владир угол. Ни в коем случае. 1-1-1 заходит. Точнее, вторая однёрка заходит от ЧПД. Сейв. И куда полез? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Последний шанс для ЧПа. У-у-у-у. Крашенбол залетает. Ой, хороший шанс. Ух. Но бросок. Но бросок. Снова ЧПД пропускает. 2-0. У-у-у. 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 Так. Интересно. И роспись на камеру. Ну что ж. Владир на самом деле это игрок, который не боится вообще стрессовых ситуаций. То есть обычно, знаете, есть такой психологический фактор, когда участники, игроки, они немножко теряются, когда там у твоего противника уже пиксель снимается, пиксель остаётся, и он вдруг тебе сносит много хп, и они начинают теряться, там херню какую-то мешить. Но вот Владир не из этих людей. У него хладнокровная игра от и до. Ну что ж, ЧПД подумал-подумал над Рейденом, но всё-таки Ночной Волк до конца. Так. Ну что, поехали? Угу. Так. Постреливает, постреливает понемножку. Хорошо. Тут на самом деле зонится, ну, особо смысла нету. Ни у того, ни тот, ни другой персонаж не обладает таким уж прям хорошим зонингом. И, Найс, в контёр залетает Владир, но не сконфернил дальше. Владир очень хорошо соблюдает именно мид-скрин. Это для него, это его дистанция. Он, как и игрок с Джонни Кейджи, это понимает, естественно. Так. И вот эта вот ножка далеко достаёт. Найс, конферн. Найс, конферн от Чип Эдди. Но это не та вариация, где Ночной Волк может снять хоть какой-то дамаг. Так, Виф Паниш плечом. Угу. И бросок. Да. Хорош. Найс. Антие джеб, отлично. Прям ждал, прям ждал Владир. Посмотрите, что делает, да? И прессинг начинается. Фотик. И метра нет у Чип Эдди. Вынужден он всю комбу, всю комбу кушать вынужден. О, боже ты мой. Как Джампинг Тик пропустил. Ну что ж, это матчпоинт для Владира. Угу. Так. Сейф. Очень, очень сейфовый Джонни Кейдж. На самом деле, этот боец довольно-таки сейфовый. Я боюсь представить, что будет вытворять Владир, когда... Когда выйдет третья вариация Джонни Кейджа. Он ведь наверняка возьмет это на вооружение. Это же просто жесть. Так. Вперед 1-2. Заходит от Чип Эдди. Но я повторяю. Владир этого не боится, потому что домога не так много снимает противника. Противник. Угу. Сейф. Так. Хорошо. Залетает. И... Чип. 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 Вы убить Чипу. Оу. Джампинг Кик залетает. Смотрите. На Мите слишком поздно пихал уже Владир свою ножку. Слишком поздно. Он там думал, что перележит, наверное, противник. Поэтому поздновато пихнул. Но, тем не менее, это все равно матч-поинт для Владира. Брейка Вэйс сжигает Чип Эдди. Угу. Прессинг. Прессинг. Метра нет у Чип Эдди. Надо этим пользоваться, Владиру. Бросок. Перебивает. По помощи Д1. Хорошо. Так. Но нет. Жмет в углу. Жмет в углу. Но выбирается. И опять в углу оказывается Чип Эдди. И брейка Вэйс все еще у него нет. О, боже мой. Можно было бы сейчас убить Владир. Но вот это смерть. Это смерть, да. Итак. 3.0. Убедительная победа Владира. Хотя в последний бой был довольно-таки уже плотный. Так. Чип Владир 3.0. Ну что ж. Неплохо, неплохо, неплохо. Так. Что у нас дальше по сеточке идет? Так. Так. Получается у нас... Так, так, так. Дубасик, дубасик. Почему Чип Эдди Никана? Егами лает. Ну, видишь, вышел. Вышел Найт Вульф. Он за Найт Вульфа играет. Так. Владир там сейчас, получается, ждет своего противника. Потому что он ушел далеко вперед. Я к Чип Эдди. Владир. Чип Эдди отправляется в Люзера. Так. Ну, мы ждем, ждем, ждем. На самом деле, в текущей мете можно сказать, что Джонни Кейдж очень силен даже сейчас. Многие его, конечно, недооценивают. Но, в принципе, это очень интересный и хороший персонаж. Другое дело, что, ну, раскрыть его не так-то прям просто. Так. Ну, что там у нас с дубасиком? Соник сказал, что Джонни Эстер... Я знаю, что он сказал так. Он так о многих говорит на самом-то деле. Но могу сказать, что я все же не считаю его Эстером. Да, он сильный, безусловно. Но он не Эстер, ребят. Нет. Джонни Кейдж, по крайней мере, пока не вышла третья вариация, которая, я так думаю, даст жару многим. Уж, наверное, вы с этим согласитесь, да? Так. Хоть и 3-0. Так, 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 так. По-братски еще у нас играет из Азербайджана. Так, товарищ Азербайджан, насколько я помню, да? Сейчас, ребят, мы ждем боя ближайшего. Я сейчас внимательно слежу за ситуацией. Так, что у нас с лузерами? Лузера отыгрываются. Лузера. Еще ни одного боя лузеров не отыгралось, блин. 101 человек. Ребят, 101 человек у нас сегодня в турнире участвуют. Это просто беспрецедентный случай. Абсолютно. Такое количество людей на моем турнире еще никогда не было. Даже на самом первом турнире было всего лишь, всего 73 человека. Но не 101. Так. О, там Флет уже отыграл свой первый бой. Ага, ага. Так, Дубас, судя по всему, уже играет. Поэтому он не отвечает. Вот, ну ладно. Ну ладно, мы ждем. Мы подождем немножко, ребят. Сверхчеловек на стриме. Почему? Все бои... Да не, 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 не. Мы не все бои... Ты что, с ума сошел, что ли? Нет, мы не все бои будем стримить. Просто тот бой, который я сейчас наметил, я жду, пока соперник освободится у человека. Так. И, соответственно, он будет сразу же на стриме. Так. 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 Сейчас попробуем мы выцепить Сакрона. Так. Сакрон против у нас Санрайза. Пока что Санрайза я не вижу. Пока что Санрайза я не вижу. Так. Так. Во! Все. Все. Я вижу. Так. 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 Ну, ждем, что-то Connecting Match Ничего не понял Почему не Connected What, 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 what What the hell Эй, алло, игра, привет Так Сейчас, ребят Одну секундочку, извините За задержку, минутку Так, минутку, минутку Немножко напоминаю А пока идет пауза Я напоминаю, что спонсор Наш сегодняшний В том числе и человек Пополнивший наш призовой фонд Это товарищ, который Который ведет телеграм Телеграм-комнатку Которую вы видите Вот в том углу Так что, если у вас есть телеграм Заходите и общайтесь Так, Сокрон Вижу Форс Так Все Ждем ответа Ждем ответа и привета Connecting Match Всех, ребят, еще раз приветствую На нашем турнире Так И сейчас мы увидим Бой Так Сокрона Против Санрайза Он же Джокер Это уже топ 64 венеров Поехали Сокрон Берет Соню Непременно Напоминаю Сокрон Ранее играл только на одном моем турнире Занял второе место Ну, а Джокер Играл уже неоднократно Так Игрок за Скорпиона Наверняка Джокер От радости до потолка Прыгал, когда анонсировали Третью вариацию Скорпиона Не иначе Даггис Спасибо большое за донат В помощь со смотрящей турнира Спасибо Спасибо, обязательно Ну что, друзья Поехали 0-0 Сразу же Сразу же Как аккуратен Сокрон Посмотрите Естественно, рингумастер Так Постреливай Уп Угу Ой-ой-ой-ой-ой Как залетает От Сокрона И антиэджеп Не получился у Сокрона Хороший конферн от Джокера Ну, хороший Нормальный конферн Так Еще и через интеракт Выпускает из огла Паниш Есть паниш от Сокрона Не дропает он паниши Угу Соня все еще сильна Все еще большой дамаг имеет Так Вот так вот будет Выглядеть весь На самом деле Этот бой Потому что Сокрон должен Догнать Догнать И убить Паниш Великолепный паниш От Сокрона И тут же Брейкавейс Сжигает Но на мите Джеб на мите Просто залетает От Сокрона Джокер То ли выпрыгнуть Пытался То ли что Но Тем не менее Залетал Залетел Так Господи Он нашел время Обратите внимание Что Джокер Вообще играет В вариации Джокер Вообще играет В вариации С цепочкой Без отмен Ой-ой-ой-ой На фулклине Почти Забирает Сокрона Да Сокрон Д3 Д3 Но Нет Сейв Но Тем не менее Очень далеко Этот хай Достает Почти Почти В крашен блоу Залетал Джокер Чуть-чуть Не попал Паниш Да Да Вот этот хай Он очень далеко Достает У Сони Брейковый Тут же Сжигает И Лоу на мите Залетает От Сокрона Боже мой Сейчас демеджа Будет Просто вагон Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Сколько Много Дамага Ребят Сколько Много Дамага Это жесть Вы только Look at the damage Мать твою дивизию 52% За 1 метр Просто жесть Просто же 52% Эй Соня Тебе вроде Дамаг там Понерфили Че-то не видно Просто ужас Да Вот это Конечно Сильно было 52% Напоминает Ведь условия В условиях Онлайн Он столько Выдает Да Жуть Что ж 1-0 Сокрон Довольно Уверенно Выиграл Хотя На самом деле Второй раунд Джокер Мог забрать Но Вот видите Первый раз Сокрон Зацепился Джокер Сжег Брейковый А второй раз Зацепился Все Кирдык Нормально Дамага Не то что У бараки Да Да Дамаг Огонь И это За 1 метр Вы просто Вдумайтесь На самом деле Он Он Сокрон Мог потратить И второй метр Для того Чтобы еще Одно кольцо Отменить И он Еще бы Больше Дамага Снял Еще бы Больше Снял Поехали Второй бой Ух Сразу Да Джокер Чуть-чуть Мискликнул Видите И получилось Что интеракт Он использовал Наверняка Не хотел он Этого делать Бросочек И бросочек Но он оказывает Вот тут же Сокрон Такое Не прощает Напоминаю Что Сокрон По Mortal Kombat 11 На эволюшене 2019 года Взял Ох Хороший Контер Д1 Взял 17 Место 17 место На эво Найс Отлично Так Ну Пока что Сокрон Очень уверенно Раскладывает Своя противника Джокер Явно Не знает Как бы Как бы Удержать На дистанцию Эту Сони Угу Еще и Флавлосблочит Д1 В контер Хорошо Так На самом деле Вот Сокрон Очень Грамотно Вот этот Д1 Использует Между прочим У Сони Д1 Это очень Еще и неплохой Антиэйр Как ни странно Так Д3 Ой 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 Джокер Пропускает Пропускает В контер Очень часто Обратили внимание Заходит Джокер Угу Все Смерть Да Отчаянная Попытка Телепорта От Джокера От 2.0 Да Сильная Игра Джокеру Надо подумать На самом деле Че он может Предложить Сокрону Так Ну Джокер Все Так Скорпион Все Так Скорпион Так Найс Виф Паниш Найс Виф Паниш От Сокрона Господи Сколько 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 Ждамага 36% Так Сейв Видите Д3 Д3 На самом деле Сокрон Не просто Так делает Это для того Чтобы ловить Противника Когда он Телепортнется Вот так Оу Вау Вот это Конечно Между Д3 Вот этими Ударами Залетел Сейчас Джокер Интересно И хороший Виф Паниш Набетил Набетил Сейчас Джокер Но вот Не рассчитал Бросочек Не лезет Джокер Так Смерть Смерть 1-0 И это Матчпоинт Для Сокрона Ни один Телепорт Еще толком Не зашел У Джокера Ни один Так Решил Ресетить Сокрон При помощи Бросочка Еще Бросочек Перебивает Джампинг Киком Ой 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 Так Аверхэт Последний Шанс Для Джокера Так Так И Сокрон Просто На ровном Месте Пропускает Ну Не надо Забывать Ребят Не надо Забывать Что это Все-таки Онлайн И Не всегда Реакции Хватает Но Это все Еще Матчпоинт Для Сокрона Трейд И Аперкот Прочитал Джокер Что будет Брейк Авэй Поэтому Дальше Продолжать Камбу Не стало Именно Аперкот Паниш Есть Паниш Но это Больше Контерхит И есть Конферма Джокера Хорошо Ага Так На нежданчик И Бросочек Неужели Заберет Д3 Ух Полез Полез Сейчас Джокер Но тем не менее Мы знаем Что Мы знаем Что Соня Это Перс Который Может Так Камбэкнуть О боже мой Это смерть Зачем Джокер Зачем Сокрон Явно Ждал Явно Ждал Этого Вейкап Потолблоу И дождался 3-0 3-0 В пользу Сокрона Уверенная Победа Так Уверенная Победа Так 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 Ну что ж Неплохой бой Мы увидели Так 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 И сейчас Мы увидим Бой Дубасика С Тименом Дубасик Так 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 Дубасик У нас Сейчас будет Играть Против Тимена Тимен Это 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 Кайф Сикер Так Сейчас Гляну Это тоже Стадия Топ 64 Венеров Дубас 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 Так Дубасик Я вижу Дубасика А где же Мистер Тимен Или как Его Тимен Тёма Короче Где Тёма Тимен 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 Ты где Кайф Сикер Сейчас Ищем Тимен 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 Тиммен Так Лузера довольно таки еще долго Играется Но мы с вами пока что По венерам идем Лузеров мы не будем стримить Ну в смысле Будем стримить тупосим конечно Куда ему заходить? Комната? Шао Кран Так Ну где ты там? Ё-моё Тиммен Алло Все тебя ждут на стриме Комон Куда ты подевался? Блин Тиммен просто исчез что ли? Куда он делся? Так Так Блин Походу кто-то хочет Ты где? Так Походу кто-то хочет Автолуз получить Заходит он? Ну давайте быстрее Тиммен вообще Да он в дискорде Так Дубасика вижу А во 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 Все 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 Е Е Е Он здесь Так Форс Компетишн Так Тиммен Шиммен Так Ну что погнали Погнали Тиммен Против Дубасика Естественно Джейд Естественно Никаких Абсолютно Никаких Игр Здесь быть Не может На кону 30 тысяч рублей Поэтому Какие могут Могут быть Игры Все на серьезных Щах Ооо Кайфсикер Играет за Люкана Как говорится Наслаждайся Пока молодой Скоро Люкану Понерфит его Стаггер И И поэтому Надо брать Люкана Пока он еще имбовый Так Ну поехали И сразу же С чего надо Начинать Люкану? Правильно С вперед 4-3 Угу Хорошо Перебивает При помощи Д1 Посмотрите Как аккуратен Дубасик Он при помощи Д1 Так Тык 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 Угу Джамп и кик Хорошо Найс Конферн Ой-ой-ой Сколько демоджей ты снял А? Ну Просто Ансейфом Драгон с лайн киком Залетает Тиммен Ё-моё И не боится ведь Нет Не боится Такой О чем мне бояться Я Люкан Я ничего не боюсь Угу Размен Ну конечно же Уууу Как залетел сейчас Драгон с лайн кик Так Накрашен блоу Найс Флавлес блок Верх 2 Да Знает Знает Тиммен Знает Как Флавлес блочить Эту хрень Плюсовую У Эээ У Джейд Ё-моё Вы только посмотрите Какой красавец А? Какой красавец Ну это знаете Такая проверочка От дубасика была Умеет ли противник Флавлес блочить Или не умеет Бах Флавлес блок И просто в лице Лицо ему сносит Тиммен Ёлы-палы Пусть и путем потери Фаталблоу Но тем не менее Угу Я напоминаю Что 2-1 Тоже страшная вещь У Люкана Просто жесть Всё перетерпел Но нет Залетает снова Д1 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 Хорош И хард нокдаун Поехали Снова в угол Кидает дубасик Своего противника Не хочет он Упускать угол Мгм Ой 2-1 Залетает Паниш Ах Не запанишил Сейчас дубасик Это ансейф Я знаю Вперёд 3-3-3 У Люкана Чё мы Это знаете Стаггер Стаггера Джейд Против стаггер Люкана Поталблоу Уже накопился У дубасика Но он не спешит Не спешит Так Ох Как оберкот зашёл И вылетает Из угла Ой-ой-ой Как опасно Как опасно И забер Нет пикселя Вау И джамп и птик Залетает от дубасика Хорош Хорош Как было это опасно Как опасно Вы посмотрите Так Ну пока что Отзонивается Пока что отзонивается Дубасик Тиммен понимает Что зониться С Джейд Бесполезно Потому что Она может включить В свою ауру Угу Ну как-то Не самая уверенная Игра от Тиммена Пока что В третьем раунде Оп Взбивает Конфирм Есть конфирм Брэковый тут же Отнимает у противника Ой Не додержал блок Не додержал Тиммен блок Это ведь палка Ансейфовая Там можно наказывать Полный комбой Угу Плюс На этот раз Не флавы сблочит Тиммен И Ой-ой-ой В углу В углу В углу Посмотрите что делает Дубасик Не выпускает Ой-ой-ой Да И там уже бы начиповал Ну что ж 1-0 Первый раунд Был весьма интересным Но тем не менее Дубасик не растерялся Все-таки 1-0 Так Ну что ж Ооо Так-так-так-так-так Лузера Лузера Я тут смотрю за сеточкой Лузера отыгрываются Потихоньку Хорошо Так Поехали Второй бой Ой как приоделся Дубасик Посмотрите Какой красный цвет Но Джейдс На самом деле Не идет красный Так же как блондинка Мне идет зеленый цвет Угу Джампинг кик Ох Почти Сконфернил Сейчас Тимен Тимен Тимон Как-то так Конферм Есть конферм Брековый тут же Сжигает Дубасик И он в углу Оказывается без брековая Ой плохо дело Плохо дело Ох На Мите Второй удар Просто на халяву Заходит Но кажется Тимен был К этому не готов Как и Дубасик К броску Ой 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 Плюс Второй раз Видите Этот Тимен Подумал что Ну Дубасик Попробует Фоку вставить Но нет Дубасик Так и сидел Блоком Так Фаталблоу Перебивает Дубасик Фаталблоу И забирает Раунд Еще и Краблоу Ёлы палы Жесть Так Хорошо Конфирм Есть конфирм Но метр не сжигает Тимен И фаталблоу Вверх Три Ёлы палы Он в фаталблоке Щерачит Налево И направо Посмотрите на Тимена Но этого мало Но этого мало Против Дубасика Так Ауру Заряжает Дубас Оп Джаббеткик Хороший конфирм Ой Хороший конфирм От Тимена Прекрасно Так И На сближении Ловит его Дубасик Паниш Нету Паниша От Тимена Нету И вот он Клаблесблок Верх 3 От Дубасика На этот раз И он Показывает Своё Своё искусство Делать Флаблесблоки Он такой Ты думаешь Ты один Такой умеешь Флаблесблок Ну нет Нет Я тоже умею Однако Однако Дубасик Уже настолько Привык Что противник Не зонится с ним Что Ауру забыл Сделать Поэтому Так Хорошо сбивает С воздуха Пока что Отзонивает Тимен Но Дубасик Смотрите Не намерен Вообще Зонинг В войну Ввязываться Обратите внимание Он даже не заряжает Свою ауру Хороший Конферм От Тимена Плюс И Флаблесблок Есть Но у Люкана Не было Не было Атакующего метра Чтобы сделать Верх 2 Посмотрите Но он То что он Флаблесблочит Конечно Эту серию Это очень похвально Как пить Дать Ой Подъехал Как пить Дать Изучал Джейд Фигачил Там эти Флаблесблоки Наверняка В тренировке До потери пульса Так Хорошо Ой Ой Сам подъехал И Да Флаблесблок Дубасик Конечно Это еще не смерть Но очень близко Очень близко А теперь Будет ли Дубасик Респектить Флаблова противника Либо Пихнет Че Ох Угу Но все таки Залетел Залетел Дубас 2-0 Бои Очень близкие Но счет пока Односторонний Так Это стадия у нас Какая идет Топ А Топ 64 Все Все Нормально Китана Че По ошибке Тимэн Что ли Взял Джейд Китана И Оп Нет Не Китана Он задумался 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 Но все таки Взял Но все таки Взял Люкана Милфхантер Сквад Спасибо большое Капитальный красавчик Вот держи бабло Держу бабло Спасибо большое Милфхантер За поддержку Постарались Постарались Напоминаю Что 101 Человек Зарегистрировался На этот турнир Просто жесть Так Поехали Квик Хоп Ладно Но это на самом деле Против Проджектайла Джейд Вот этого Вот нижнего Перри Кихает И Хорош Хорош Дистанцию Выверяет Ой Максимальная Дистанция От дубасика В крош Залетает Шадоу Кик И держит Дистанцию Дубасик Да Держит Дистанцию Решил По жесткому Держать Дистанцию Угу Залетает Можно было Продолжать Стоечку И лезет Лезет Уже не первый раз Вижу Что он лезет И нету Паниша От Тимена Матчпоинт Матчпоинт Но надо сказать Что в этом раунде Дубас Более чем Уверенно играет Так Угу Уп Ой-ой-ой-ой-ой Пока стойку там Тимен заряжал Ух Потолблоу Контер Влетает Но это уже такой Отчаянный Знаете Шаг Отчаянный Так Аура Ну что Комбэкнется ли Комбэкнется ли Тимен Ой-ой-ой Хорошая была задумка Хорошая была задумка От Тимена Но на самом деле Дистанция Драгон Слайн Кика Видите Не позволила ему Сейчас забрать Этот раунд Ну не раунд Точнее там Это конечно Сильно сказано Но тем не менее 3.0 В пользу Дубасика Результат Как говорится Есть Результат Так Дубасик 3.0 Так Что там Лузера у нас Продвигается Потихоньку Полегоньку Так 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 Нитрос у нас Никуда не уходит Лузера отыгрываются Но очень медленно Но очень медленно Конечно же Так Нитрос Ты где Нитрос Сейчас Сейчас Ребят Секундочку Заминочка Заминочка Эй Эй Нитрос Ты где Блин Так Напоминаю вам Что помогает мне Сегодня провести Этот турнир Хай Май Гай Который следит Следит за сеточкой И Урегулирует Разного рода конфликты Сбитые С гвоздями В руках И конечно же Арн Кратос Который стримит На своем стриме Параллельные бои Так Ага Нитрос Скоро подойдет Он просит Небольшую паузу Пауза у него есть Тыек Следующий бой Который мы увидим Ребята Это Нитрос Против Дубейсика Вот это будет Побойще Скажу я вам Ребят Вот это будет Побойще Настоящая Настоящая война Как вы видите Ниже В топ 8 Пока еще Никто не вышел Пока Но Вот 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 Уже первые кандидаты На самом деле Есть Напоминаю О Сокрон Проиграл Леонелю 3-1 Меж тем К сожалению Этот бой мы на стриме Не увидели Но Знаете что Сокрон спустился Сейчас в лузера Так В лузерах Там вообще Отдельная война Просто настоящая идет Так Так Но мы ждем Мы ждем Пока что Во Нарисовался Нарисовалась Красавица Так Коннектинг матч Ну что Друзья Так Нитрос Против Дубасика Дальний Восток Против Центра России Гоу Джейд Против Эрона Блэка Классическое Противостояние Ковбоев Ковбоя В шляпе И зеленой бабы С бумерангами Так Не спрашивайте Что здесь Классического Ничего Но тем не менее Когда ты говоришь Слово классический Все сразу Вдруг становится Классическим Погнали Надеюсь Он нормально Слышит на игру Так О Нитрос нацепил Свой Парадный костюм Белый Весь в белом В отличии от Джейд Которая Натянула на себя Какие-то тряпки Непонятного Происхождения И со слайда Начинает Нитрос Нитрос Очень любит Йола техники Там Слайды Оверхеды Ну Оверхед Не Йола Конечно Техника Но тем не менее Да-да-да Ковбой Может перебить Эти бумеранги При помощи Своей стойки Не забываем Паниш Есть Паниш Тоже мне О господи Что-то Что-то не получилось У дубасика Не знаю Так И паниш Много ударов Ансейфовая Конечно На блоке Но Когда много Ударов Там уже Так Угу Хорошо Д1 И брейковей Тут же заставляет Буквально Дубасик Брейковей Делать Нитроса Не выпускает Из угла Йо-йо-йо-йо-йо-йо А сейчас-то Брейковей Нету Че делать Нитрос Терпеть Терпеть Hard Knockdown И погнали Плюс Видите Во второй раз Нитрос попытался Флавлес Блок Сделать Но Дубасик Просто остановился И это Флавлес Викторе 1-0 Бруталити Ёлы-палы Жестокий Дубасик Флавлес Виктори Так Очки уважения Просто жуть Если честно Разобрал Разобрал С его противника Сейчас Дубас На части Так Так Ну естественно Ну я по крайней мере Не знаю У Нитроса вообще Есть кто-нибудь В запасе Кроме Эррна Блэка Конечно Он за нескольких Персонажей Более или менее Умеет играть Но Скажем так Все-таки Это не сравнимо С его игрой За Эррна Блэка Все-таки У Дубасика Есть Скарлетт Конечно Хотя в деле Если честно Я ее особо не видел Так В одном бое Назад 2-2 И стойка Назад 2 Прочитал Смотрите Дубасик Микса Поверх от лова Либо среагит Угу Конферн Есть конферн От Нитроса Ставит баночку Так Хорош Из стойки Прямо Выстрелил В этот бумеранг Плюс Не флавлосблочит Нитрос По крайней мере Да Ой-ой-ой-ой Нитрос А где твой Нитрал Джамп То был А Где ж твой Нитрал Джамп Был Так Да Залетает В крашен блок По всему прочему Дубасик Если честно Нитрос Нитрос Немножко Как будто Потерялся Он не может Как-то Ну Без потерь Подойти Так Ло Прожектайл Паниш Чуть-чуть Чуть-чуть Далеко Это назад 2 Видите У Эрона Блэка Угу Вот это да Вот это Перри От Дубасика Было Лоу Смешно Так Хорошо Баночку Ставит И держит 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 На кислоте Своего противника Дубасик И Ух Фоталблоу Впиливает Ну В принципе Довольно грамотное решение На самом-то деле Если уж Подумать Конечно же Не убьет Но тем не менее Фоталблоу Может быть Может прилететь В ответочку Все это смерть Да Хорошо Выпрыгнул Сейчас Дубасик Прочитал Убил Видно Что у него Конечно Очень хорошо Наигран С Эронами Блеками 2-0 Так Уверенная победа Так Ага Все-таки Соню Контерпикнул Сейчас Ну 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 Блин Не знаю Не знаю Но видимо Предыдущие Два боя Совершенно Были Плохи Для Нитроса Видите Что он решился На такой Отчаянный Шаг Так Ну посмотрим Насколько Оправданно Будет Соня Зонит Зонинг Зонинг Зонится О господи Соню он взял Потому что Дрон Перебивает Ауру Джейд Так Напоминаю Что Дрон 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 У Сони Это Та опция Которая Не пэрится Ничем Не пэрится Не рефлектится Ничего То есть Дрон Имеет Приоритет Над Всем Вообще Над Всем Так Отзонивается Активно Дубасик И вот Он Дрон Прилетает И еще Дрон Прилетает Найс Ууу Шадоу Киком Мимо Прочитал Ну где ж Палочка Где твоя Волшебная Палочка Которая Умеет Удлиняться А Дубасик Хорошо Наказал Найс Он прям Набейтил Посмотрите Дубасик Бейтит Просто Только так Держит Дистанцию Матч Пойнт Что Что я могу Сказать Так Еще сбивает Еще А нет Ну дубасик На самом деле Не стремается Он просто Зонит 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 А что В принципе Ему этот размен Более менее Выгодит На самом деле Так Ой Лоу пропускает Лоу пропускает Ламара Кальмара Конечно Много знаем О дубасика Мы знаем Что Что он там Любит Удлинять У себя Конечно Но на самом деле Это универсальное Знание всех Мужчин О мужчинах Так Ой Ой Потолблоу Накопился Уже У нитроса Но Пиксель Пиксель Снимает Этот пиксель Сейчас Дубасик И это 3-0 Ну что ж Довольно Уверенная Победа От Дубейсика Дубейсика Так Дубасик 3-0 Скидывает Он Нитроса В лузера Так 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 Ну что ж Неплохое Противостояние Нитрос Правда На самом деле Последний раунд Он мог взять В принципе В лузерах Тоже Везде До 3-х побед Играется Ну что ж Дубасик Вышел уже В топ-16 По венерам Он вышел На Леонеля Так А мы сейчас Будем смотреть Что у нас там С Пухой Так Чип Эдди Пока идет По лузерам Слипин Лайн Идет По лузерам Тоже Так Пуха Пока что Отыгрывает Свой бой Пам-пам-пам Пуха Пуха Сейчас Секундочку Ребят А он только Начал Там Отыграл Свой бой Что там Владир Пуха Так Арзу Арзу У нас Спустился В лузера Короче В лузера Спустили Сейчас Флет Арзу Сокрон Эднапьер Слипин Лайн Короче Они все Вот оказались Пока что В лузерах Они идут По лузерам Но лузера Пока Понемножку Понемножку Но они Отыгрываются Так Я что-то Не вижу А где Владир Он Владир Пока что Венерах Но он Свой бой Все еще Отыгрывает Насколько я Понимаю Владир Пуха Реймистерио Амайчимон По-братски Они пока что В венерах Они каждый Свой бой Все еще Отыгрывают И Я Я жду На самом деле Их Их Окончание А Так они Еще не играли Лал Так Так Топ Топ Тридцать два Топ Тридцать два Ну что Ну что Господа По-братски 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 Это Насколько я понимаю Друг Или знакомый Азербайджана МК Азербайджана Который Идет по Венерам Собственно По-братски Они вот Вместе В таком Азербайджанском Комьюнити Скажем так Мы ждем Этого По-братски Последний раз Он играл На самом первом Моем турнире На Эррани Блэйте И там Он Там Он Пам-пам-пам Играл за Нуба Сайбота Рейдена И третьего Какого-то Персонажа К сожалению Не помню Какого Да елы-палы Что там Такое Хм Ну где же Товарищ Куда он Делся Владир Уже здесь Он готов Играть Готов Почесать Свои Кулачки По-братски Сильный Игрок Да В принципе Довольно Сильный Соглашусь Вот Вот только Блин Где он Елы-палы Почему Его нет Эй По-братски Ты Где Турнир Шалканов Что же за Турнир Такой Волшебный Так Лузера Лузера Отыгрывают Ой Хорошо Хорошо Лузера Хорошо Отыгрывают Пока что Так Но Где По-братски Ёлы-палы Вообще Он просто Всех Задерживает Эй По-братски Ты Где Просто Чувак Испарился И все Он сыграл Там Два Боя Своих И просто Испарился На контакт Не идет Ничего Не отвечает Что Пора Дисквалификацию Делать Что Или Что Он Наконец-то Наконец-то Вот Сейчас Скоро Будет Как-то Не по-братски Да По-братски По-братски Не по-братски Да Побратим Ну Все мы знаем Что Азербайджан Прекрасная Страна И она Естественно Побратим Для нашей России Все мы Братья Сестры Ну и так Далее Так Раз Два Три Он Написал Окей И вот Он Наконец-то Так Ну что Друзья Это Топ Тридцать Два Венеров Так Е Е Топ Тридцать Два Венеров Тоже По-братски Против Владира Погнали С момента Когда я Последний раз Видел Побратского В Деле Я Если честно Не знаю Может быть Что-то Изменилось Может Он уже За других Персонажей Стал играть А Люкан Окей Окей Конечно же На такой стадии Я имею ввиду Топ Тридцать Два Венеров Уже Не стоит Недооценивать Противника Здесь Уже Ну Они Все Все Слабые Там Игроки Они Вот Слились Где-то Там Два Боя Назад Да Сейчас Уже В эту Стадию Проходят Довольно Сильные Игроки Поехали А Я счет Не обнулил Вал Соря Так Хорошо Найс Конферн Отлично Угол Да Загоняет В угол Сразу же Владислава Противника И вы посмотрите Как он Набейтил Лезет Лезет По-братски Братуха Вылезай Из угла Ёлы-палы Д1 И вперед 4-3 Ну конечно же У Владира Паниш Нет 2-1 Не запанишил Владира Вместо этого Гонтер Крашенблог Ему прилетает Очень много Дэмэджа снимает Брат По-брат Так Ух Джампинг Кик Джампинг Кик Конечно Джонни Кейдж И Лю Канг Друзья Я видел видео Где Линдон Эшби И Робин Шоу Играли в Mortal Kombat Найс Какой Паниш От Владира Прекрасный Паниш Вы только посмотрите И он знал Что брейковей Будет Ох Какая читка От Владира Он знал Что брейковей Будет И поэтому Остановился Не стал продолжать Камбу И паниш Прекрасно Чуть-чуть Не запанишил А вместо этого Запанишил Уже братский По-братски Так Угу Очень аккуратен Вы посмотрите Очень аккуратен Сейчас Ой-ой-ой Только я сказал Про аккуратность Как Владир Пропустил Это неаккуратно Совершенно неаккуратно Сейф Все сейфовое Все сейфовое Это Два персонажа У которых Довольно много Сейфовых вещей Так При помощи Тапролла Владир Выбирается И панишит Брейковей Тут же Забирает У противника Угу Кенсил Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой И Второй удар Второй удар На миде Залетает От Владира 1-0 Так Окей 1-0 Ну что ж Напоминаю Что у Побратского Есть персонажи Которыми он может Контерпикнуть Все таки Но Тем не менее Пока что Он берет Люкана Пока верит В своего Неизменного Чемпиона Зато Татуировки Моднючие У обоих Что у Джонни Кейджа Что у Люкан тоже Смотрит на Джонни Кейджа Такой Ммм Какая классная Татушка Надо тоже Себе набить Это знаете Как в азиатских Фильмах Про якудзу Такие же Татухи модные Набивают Японцы А вы знаете Что вообще У японцев Татуировки Запрещены Законом Но тем не менее Поэтому там Только всякие Якудзисты И набивают Себе Татухи Ой Хорошо Так Отзонивается Пока что Но Владир На самом деле Ух Какой Эмпти Джамп Но Владир На самом деле Не из тех Кто прям Активно Зонит Он именно Вот смотрите Вот он Вот он Именно Мидсклин Владир Очень здорово Соблюдает Метр сжигает Да Метр сжигает И брейковые Нет у противника В угол Загоняет Владир Так Паниш Нет Чуть-чуть Не запанишил Владир На самом деле Он думал Что в контер Попадет Этим джебом Но там По братски Просто остановился И в контер залетает Уже по братски На рестенде Хотел На рестенде Хотел сыграть Сейчас по братски Но нет Так Так Ух Джамп Кик И вперед 4-3 Залетает Хит Но не сконфернил По братски Дальше Так Пока что Держит дистанцию Но вот Врывается Владир Лоу Угу И текст рол Нет Вет бросок По братски Посмотрите Хорошо В контер Влетает 2-1 Ну Однерка Сочнее Так Пока что Отбивается Своими Огоньками Люкан Паниш Чуть-чуть Чуть-чуть Не стаймил Сейчас Владир Поэтому Не запанишил И вперед 4-3 Залетает Метр Сжигает По братски Два метра По братски Сжег Для того Чтобы убить Да Этого Хватило Там пиксель Чуть-чуть Остался Совершенно Но Не знаю Конечно В любом Другом Случае Два метра Сжигать На велосипед У Люкана Это такое себе Дело Но в данном Случа Это оправданно Потому что Побольше Дэмэджа Чтобы снять Так Угу Хорошо Взбивает Сбивает Сбивает С воздуха Но пока что Перестреливается Ребята Ну вот Ближка Пошла Ой-ой-ой Как сантерил Найс И заставил Просто заставил Владир своего противника Сжечь брейк-эвэй Ой как теперь без брейк-эвэй Это больно Это больно Угу Рестенд А нет Не стал рестендить Он на максимум дэмэдж Нажал Верх 3 От Владира Ух Но вперед 4 вифнул Сейчас по браске За что и Владир наказал его При помощи Джамп-ин Тройки 2-0 Хм Сильная игра Владир показывает Что он не боится Зонинга Это знаете Как говорится Я жнец Я чтец И на И на дуде Игрец Все умеет Ооо Кантерпик Угу Так Интересно Насколько помню Раньше по-братски Не играл за Кабала Насколько помню Что за вариант Скиджа Вторая С фотиком Которая Ведь после того Как ее Ну Апнули Она стала Довольно таки Перспективна Ну что ж Поехали Конечно же Этому Кабалу Есть что Ответить Джонни Кейджу Его длинный Медовый крюк На самом деле Б1 Страшная вещь Так Тут же в ближку Врывается Владир Респектит Но Д3 Перебивает Контер И бросочек Оп Так Ох Почти Завифаниш Завифанишал Да Найс Вы посмотрите Перебил Все таки Владир И паниш Есть паниш И нету брейковей У противника О боже ты мой Боже ты мой Сколько демоджей Сейчас будет Найс 33% Не сказать что Гениально много Но тем не менее Это достаточно Ух как Б1 крюком Залетает по братски И в углу Оказывается уже Владир Харнокдаун И поехали Поугадывай Угу Так порвал бросок Здорово И брейковей Все еще нету По братского Он весь метр Потратил Видите Он метр Тратит Ему нужен На отмены Своего У Кабала Тоже жуткая вещь Вив паниш Вив паниш От Владира Так И не дает Брейковейт Противника Видите Это Это комбас С фотиком Именно тем и опасно Что она не Брейковейт И харт Боже мой Как бейтит Как бейтит Владир Да вы посмотрите Искусство бейт Ну просто Вот просто Посмотрите Бейт И у него не было Метра на конферн И 1-1-1 От побратского На вейкапе Джебы зашли И дает Владир своему противнику Шанс Так Ух Как зацепил Но нет конферма Далеко Так Джамп кик И конферн Есть конферн Ох Ох И это 3-0 Ну что ж Владир Довольно уверенно Забирает Этот бой 3-0 Так 3-0 3-0 Так А сейчас Мы посмотрим С вами Бой Дубасика И Дубасика И Лео Лионель Лионель Месси Ему надо Лионель Месси В этом году Стал Лучшим Футболистом Года По версии Фифа Поэтому Ему надоело Играть в футбол И он пошел Играть В Mortal Kombat И добился Немалых результатов И сейчас Мы увидим Бой Лионеля Против Дубасика Поехали Так Угу Это Топ 16 Луз Простите Топ 16 Венеров Конечно Венеров Матч за выход В топ 8 По Венерам Так Ну что Друзья Старые Враги Старые Друзья Оппоненты Которые Наверняка Знают Друг друга Очень хорошо Лионель Игрок За Кабала Так Так Лузера Как Влетает Как Влетает Дубасик В Крашен Блоу Шадоу Киком И достал Да Крюк Далеко достает Ну что Померяемся Как говорится Как говорит Лионель Померяемся У кого длиннее У кого что длиннее Моя Мой крюк Либо твоя палка Но кажется Палка Все таки Подлиннее У Дубасика Ух Как апперкот Стрейд Зашел От Дубасика На полэкрана Лучший апперкот В игре Напоминаю Ага Так Разводит Лионель Пока что Лоу И Мид Мид Напоминаю Что В отличии От Джейд У Кабала Нет Дырок В стринг сериях Понимаете Как хотите Ну во всех Смыслах Нет у него Дырок Так что Не залезть Так Ух Хорошо В трейд залетает Ой 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 Как достал Ну видимо Он понял Что там дальше Не сконфирмят Потому что Слишком далеко А где Паниш А где Паниш Крашенбло Аперкотом Дубасик Видимо он сам Не ожидал Что сделает Бросок Лионель Так Палочкой Завив Панишал Угу Отличные на самом деле Вив Паниши Это два персонажа Знаете Которые на мидскрине Просто великолепно Вив Панишат Просто великолепно Что Кабал со своим крюком Что Джейд со своей палкой Они просто Отличные Вив Панишат Так Хорошо И Ой Напрыгивает Напрыгивает Лионель Но Брейкавей Не спешит Дубасик Сжигать Так Один Фаталблоу Один Фаталблоу Дубасика Может решить Исход этого боя Понимает Это Лионель Поэтому Подальше Подальше Отходит от него Не надо забывать Что Фаталблоу У Кабала Очень опасен Очень опасен И Блин Можно было Сконфермить Ой-ой-ой Ой-ой-ой И Попадается Все-таки Лионель Все-таки Попадается Боже мой Он так Отчаянно Избегал Этого Фаталблоу Но Все-таки Попался На эту Стринг-серию И Дубасик Забирает Этот бой Один Ноль Угу Так Ух Какой Нервный Нервный Бой Был Сейчас Настя Проиграла Но Там Уже Посмотрим Там Голосование Будет Все-таки Итак 1-0 К слову Говоря Лионель Я тоже Давненько В деле Если честно Не видел Все-таки Так Меж тем В лузерах Эдна Пьер Проиграл Проиграл Слиппин Лайон И Чип Эдди Тоже Проиграл В лузерах 3-2 В близком бою К сожалению Чип Эдди Нас покидает Он Проиграл Свой матч И Эдна Пьер Тоже Старая Гвардия Видите Хоть хорошо Выступала Но Тем не менее Дорогу Молодым Великий Девиз Советского Союза Поехали Так Зонинг Принимает Зонинг Оба Пока что Хорошо Есть бросочек Как же Смачно Он своими Крюками Загадыч Загадыч Ох Хорошо Законтрил Завифанишал Точнее Дубасик Своей палкой Медовый Крюк Очень далеко Б1 Медовый Крюк Достает У Кабала Но тем не менее Дубасик Тоже Хорошо Контр Ой Не Сконфермил Сейчас Дубасик Вместо этого Еще и Поплатился Но смотрите Рестенд Использует Лионель И Флавлос блок Верх 2 Блин Надо было Фотоблоу Жечь Но Ох Смач Назошел При помощи Крашен Блоу И Лионель Тем не менее Очень хладнокровно Забирает Этот бой Простите Этот раунд Еще и Сохранил По всему прочему Для себя Фотоблоу Д1 Как антиэйр Брэйковые Нету Противника Так Контер Регулярно Заходит Обратили Внимание Лионель Ой Ой Нету Брэйковые Так Немножко потерялся Дубасик Однако Кидает противника В угол И сейчас Уже он Будет запутывать Но посмотрим Насколько Лионель Хорош в углу Апперкот 7 бед 1 ответ И Апперкот Номер 2 Вот это Молодец Вот это Старая школа Да Когда не знаешь Как выбраться из угла Просто фигач Апперкот И все будет Хорошо у тебя Все будет у тебя Очень хорошо Так 1-1 Весьма приятный На самом деле Был бой Если уж на то пошло Ну конечно Меня несколько удивило Да и Дубасика Скорее всего Несколько удивило Вот такое Что Да он не посмеет Второй раз Апперкот сделать Как пить дать Но нет Но Лионель Знаете Человек Который ломает Шаблоны Апперкот Это сила Это сила И сейчас Джейд В очередной раз Это демонстрирует Господи Как достал Угу Хорошо Есть завив паниш Сейчас дубасик Все-таки палка Довольно длинная К слову говоря Вот против этих Нижних паниш Ой-ой-ой Запорол Лионель паниш Сейчас Он ждал На самом деле Усиления Этого шадоутика Поэтому Видите Не сразу Вперед пошел Так Бейты Бейты пошли От Лионеля 50 на 50 Напоминаю С этим нижним крюком У Кабала Это 50 на 50 На который Однако Можно реактить Он реактится Не при должной реакции Конечно Угу Ну а теперь уже Дубасик Бейтит своего противника Так Отзонивается И завив паниш Уже ждет Лионель уже ждет Эту палку Он просто ждет И вот эту вот палку Конечно же Не достать Не достать Крюком Натской дистанции Конфирм Есть конфирм При помощи апперкота От Дубасика Так Конфирм Посмотрите Дубасик уже просто Конфирм При помощи апперкота Он Он решил Особо сильно Не париться Ой-ой-ой Не сконфирмил Сейчас Лионель И за это Поплатился Так вот Дубасик уже Знаете Так Не особо сильно Конфирмит Скажем так Он просто пихает Свой апперкот И Но Это еще и потому Что он заметил Что Когда апперкот Этот заходит Кабал Падает На комфортную Для Джейд Дистанцию Так 2-1 Тем не менее Слоу Дубасика Дубасик решил Дубасик решил Аперкот Это сила Пора Аперкотить Как можно Больше Больше апперкотов Больше апперкотов Так Паниш Есть паниш От Дубасика Хорошо Выверил дистанцию И на Крашен Блоу Шадоу Кик Залетает Заряжает Свою ауру И снова Аперкот Залетает Не ожидал Не ожидал Лионель Этого 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 Шадоу Кика На самом деле Шадоу Кик Ну очень тяжело Заметить Прочитать Когда Джейд Усиливает Шадоу Кик Или нет Но тем не менее Это матчпоинт Для Дубасика Аперкот Еще раз зашел 30 апперкотов Кажется Дубасик Какую-то новую Ачивку для себя Придумал Сделай 50 апперкотов За 3 боя Хорошо Сбивает Найс Д1 Залетает От Лионеля Так Но Брейкавей Спасает Дубасика Так Угу Не запанишал Не запанишал Лионель Трейд Ой-ой-ой Мало очень хп У Лионеля Уже осталось Мало хп Что делать Иии Как это Показательно Друзья Как это Показательно 30 апперкотов И конечно же Каким мувом Должен был Завершиться Этот бой Еще один Еще одним Аперкотом Ну что ж Дубасик Забирает Этот бой 3-1 Весьма Весьма И выходит В топ-8 По Венером Так 3-1 Так Ну а сейчас Мы увидим Бой Бой Бой-бой-бой Владира Так Сейчас 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 Ребятки Там У Владира Просто Еще Не Определился Соперник Так Получается Там Сейчас Играют Пуха И Амайчимон И победитель Выходит На Владира Но Мы Подождем Так Это будет Последний Бой Который Я Постримлю До Топ-8 После Этого Небольшая Пауза И потом Топ-8 Так Пока что Пока что Я вам Расскажу Как Идут Дела В Лузерах А Как Идут Дела В Лузерах В Лузерах У нас Остался Паладин Чип Раук Сизер Энзайми Алладарн Диаманс Нет Диаманс Уже не остался Простите Санмейд Дезмонд Флет Дедлав Арзу Тимен Олд Скорпион Астафьев Unexpected Дни Нитрос Сакрон Дангас Кстати Сакрон на Дангаса Вышел По-братски Михак Слипин Лайн Хадукин И Тасариангс Вот Эти люди Они Пока В лузерах Так И сейчас Мы увидим Бой Владира Владира Против Амай Чимона Так Тоже матч За выход В топ-8 В топ-8 По Венерам Так Владир И Амай Чимон Напоминаю Что Владир Убрал Со своего пути По-братского И Чип Эди Амай Чимон Убрал Пуху Убрал Раук Сизера И Рорига И сейчас Мы этот бой Посмотрим С вами Так Амай Чимон Владир Так Владир Амай Чимон Матч Так Очень много Люканов Конечно Так Меж тем Небольшие новости Дангас Проиграл Сакрону 3-0 В лузерах Это было Поэтому Дангас Слетает с дистанции Сакрон идет дальше Поехали Ребят Всем привет Всем привет Добро пожаловать на наш турнир Который уже идет почти 2 часа Вот Поэтому он Довольно долго уже идет Так Ну что Отзонит Перезонится Амай Чимон Амай Чимон Понимает Насколько у Владира Хорош Ох Господи Хороший мидсклин Поэтому видите Он Он прям Держится поводаль Как можно дальше Так Лоу-лоу И полез Полез Амай Чимон Но тем не менее Ему тоже есть чем ответить на зонинг Угу Естественно В эту дрявую серию Амай Чимон Не пихает Потому что он Знает Что Владир Может заплазу сбочить У него то скилла Достаточно для этого Но тем не менее Угол Уже Так Так Джамп кик Второй удар Заходит в контрхит Угу И вперед 4-3 в контер Залетает Это Амай Чимон Бросок Нет Лоу-лоу Ой-ой-ой Конфирм Не брейк эвейд Смотрите-ка Амай Чимон Амай Чимон Не стал брейк эвей Использовать Он предпочел Отдать раунд Но брейк эвей Не сделал Угу Все-таки Так И паниш Конечно Конечно Но сейчас точно Брейк эвей Нужно делать Да Да Держит Держит дистанцию Естественно Не выпускает Держит такую дистанцию Чтобы не выпустить Ни в коем случае Из угла Своего противника Так Паниш Хорошо Хорошо Сантиэрил Сейчас Владир Отлично Антиэджебом Вот этот антиэджеб Не смотрите Что по анимации Он недалеко достает На самом деле По анимации Он да Недалеко достает Антиэджеб У Джонни Кейджа Но блин Он в хит Залетает Так как будто Вообще имеет Какой-то Фантастический хитбокс Это не шутка Вообще Так Ну этот перестрел Больше О боже Думай Этот перестрел Больше конечно же В пользу Владира 1-0 Джонни Кейдж Вин Уверенно Уверенно Владир Это тот человек Который играет В Mortal Kombat Именно так Как задумывали Разработчики Фудсис Подключает В этом На самом деле Его сила Напоминаю Что Победитель Этого Боя Выходит В топ-8 Павинерам На дубасика Немного Немало Так А Майчимон Задумался Что-то Как-то Люкан Не тащит Пора брать Козырь Да Пора Брать Козырь Ну что ж Скорпион Ну это конечно Интересно Причем Обратили внимание Что Он так Подумал 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 Именно Взвешивая Матчапы На самом Поехали Поехали Скорпион Тот самый Персонаж Который А Кстати За Скорпиона С отменами Он играет Скорпион Тот самый Персонаж Который Типа Плюет На весь Фуксис Поэтому Смотрите Владир Тоже Уже Перестал Держать Среднюю Дистанцию Владир Четко Знает Что Здесь Не нужно Держать Среднюю Дистанцию Против Такого Персонажа Как Скорпион Просто Вближку Ити Ой 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 Все Вифнуло Сейчас У Владира И хороший Виф Паниш От Амэйчимона Брейковый Не сжигает Харднокдаун И бросочек От Амэйчимона В углу Держит Так Ага Телепорт Прошел Трейд Ух Как пропускает Телепорт Сейчас Владир Рандом Телепорт Пропустил Ёлы-палы Это как так Вообще Угу Ох Паниш Есть Паниш От Амэйчимона Видите На мити Владир Пихнул Эту Эту Ножку Но Амэйчимон Сделал Гитап Рол Ушел И наказал Так Кэнцел Телепорта Напоминаю Просто Все Сейвит Просто Все Угу Так Хорошо Сбивает И Бросочек Ну Немножко Немножко Игра На самом деле У Владира Расклеилась Это знаете Это очень Редко Видеть Можно видеть Чтобы у Владира Расклеилась Игра Но сейчас Мы именно Это и наблюдаем Посмотрим Соберется ли он Угу Бросок Уже стандартные Какие-то вещи Амэйчимон Делает Ох Как джебом Встречает Но не сконфернил По-человечески И Лоу-лоу Залетает Но боже мой Владир Что это Просто что это Почему Где Кэнсел Где Кэнсел Этого Фотал Блоу Он просто Ребят Не закэнселил Владир Когда вы последний раз Видели Чтобы Владир Так ошибался Я уверен Что давно 1-1 Тем не менее Амэйчимон Отыгрывает Один бой Вроде бы Ну Как вроде бы Правильные вещи Владир делает Но видите Он чуть-чуть ошибается Чуть-чуть ошибся Там Чуть-чуть ошибся Здесь Гитап ролл Сделал Не тут Не тут Этот Фотал Блоу Не отменил И алло Так Ну что ж Владир Это человек Который Играет Только За Джонни Кейджа По крайней мере Я никогда Не видел Чтобы он Брал Кого-то Другого Может быть Я Не слишком Часто Смотрю На Владира Но По крайней мере Не помню Чтобы он Брал Другого Поехали И Такое себе Наказание От Владира Но знаете Лучше такое Чем никакое Один удар Выигрыш Позиции Видите Он просто Позицию Выигрывает Грубо говоря При помощи Этого Д3 Так Угу Назад 1-4 Сейв Так Очень Ох Хорошо Шадоу Киков Залетает Но это Не на Паниш Он залетел А пытался На Паниш Залететь А вот Сейчас Запаниш Алвладир Хорошо При помощи Шадоу Кика Смотрите Уже Амэйчмон Бейтит Просто Но на Эти Бейты Владир Не попадается Тем не менее Амэйчмон Держит Дистанцию Держит Дистанцию Паниш Конечно Ой-ой-ой-ой-ой Где твой Паниш Настоящий Амэйчмон Что это было Два джеба Так И Почти Почти Наказал Угу Сейв Куда полез Куда полез Амэйчмон И брейковые Нету Но дропнул Камбу Ох Самый ответственный Момент Владир Дропнул Камбу Но верх 3 Заходит И джебом Забирает Все-таки Забирает Все-таки Так Этот раунд С воздуха Да Вот этот горхун С воздуха Цепляет Дай боже Угу Есть Паниш При помощи Апперкотов Крашенблоу Брейковый Не сжигает Владир Тем не менее Терпит Терпит Из угла Вытаскивает Мэйчемон Флавный Злок Вверх 2 Ох Красиво Это было Очень красиво И на мити Пихает Владир Не боится Так Смотрите На дэше Ловит На джебы Сейчас Амэйчемон Своя противника Аверхед Бросок Ну нет Пиксель Не пиксель Но Одно попадание Да И убивает Убивает Все таки Мэйчемон Нервная Довольно таки Битва Посмотрите Я не знаю Че чувствуют Там Игроки Мне кажется Вообще Что-то Невероятное В контёр Апперкотом Конферм Брейковые Нет у противника Поэтому Можно полноценную Угловую комбу Запилить Отличная Комба От Владира Хорошо Жмёт в углу Не выпускает Скорпиона Он не намерен Отдавать эту позицию Брейковые Тут же Сжигает Амайчемон Для того Чтобы хоть как-то Выбраться Бросок Ой-ой-ой Пиксель Так Ой Просто Просто соплю В лицо Так И 2-1 2-1 В пользу Владира Найс Так Так Ну что ж На самом деле На самом деле Владир Когда он чувствует Знаете Вот есть такой тип людей Что Которые У них что-то такое Психологическое Вот срабатывает Когда Он чувствует себя Безнаказанным Он просто Творит Какой-то Ад Ну Ад В хорошем Смысле Для него Потому что Он просто Начинает Так Жать противника До невозможности И вот Владир Похоже Ну не то чтобы Ой-ой-ой Хорошо прочитал Что будет Гетап Вверх 3 Но тем не менее Опоздал немножко Спаниш Обладир Так Сейв Так вот И у Владира Вот такой же Что-то такое Переключает Переключатель Как будто Срабатывает И он начинает Очень Прям агрессивно Жать противника Ну А Мэйчмон Из тех людей Которые умеют Успокаивать Таких Таких нервных Товарищей Угу Есть Конферм Не дает Брейк-авэй Делать Своему противнику И вновь Вновь Лавлэс блок Верх 2 От Владира Вы посмотрите Как стабильно Он делает Лавлэс блок Верх 2 Он готов К серии Вперед 3-4 От Скорпиона И это Матч Пойнт Угу Ножки 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 Оп Сейв Брейк-авэй Надо сжигать Надо сжигать А Мэйчмон Ну что Паниш Боже ты мой Боже ты мой А не было метра У Владира Смотрите За то чтобы усилить А сейчас Лавлэс блока нету От Владира И хорошо Сантиэрил При помощи Назад 1 Угу Так Пытается Бэх Ухххххххp Хорошо сработал Бейт От Амэйчимона Джанкик Сейв Уже весь метр Потратил Амэйчимон Но он довольно быстро должен накопиться Ой-ой-ой, на нежданчик этот лоу пихнул сейчас Владир Совершенно амочимон этого не ожидал Брейковые нету, но фаталбол уже накопился Одна комба И не сантерил, и брейковые нету Нету брейковые, и Владир забирает этот бой 3-1 3-1, ух Нервишки-то, нервишки-то Так 3-1 Найс, весьма-весьма достойный бой Так Ну что, ребят Таким образом, пока что по венерам в топ-8 вышли Дубэйсик, Владир и пока что Азербайджан Так Ну и я ухожу, ребят, на небольшой перерыв Субтитры сделал DimaTorzok